здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий вашему вниманию ролик о том как вы вероятнее всего не держу за истину коллекторы стали хитрить представляет сотрудниками банка причем работают достаточно милые голоса там ну небольшой тест и вы все во всем убедитесь то что я им говорю да это не выдумано это действительно чистая правда как вы понимаете сотрудник банка обязан знать всю информацию о клиенте коль клиент эту информацию сообщил и так слушаем очень интересно на мой взгляд здравствуйте могу поговорить кузнецову дмитрием евгеньевичем а кто это она поступает сбербанк россии кто это звонок банк россии и все фамилия имя отчество должность сотрудника специалист сбербанка россии ковалова юлия олеговна хочу сразу не сказать снятишь я вам представил нет только когда попросил города и я вам представила запись пожалуйста дмитрий евгеньевич это вы да садим вам заправление по работе с проблемой задолженностью на сегодняшний момент по одном вашим кондитерным продуктом имеется дистанция просроченная задолженность сочините пожалуйста по причине производства оплаты после того как вы мне докажете что вы из банка звоните предлагаю доказательство скажите адресные прописки в банке есть информация адрес моей прописки сообщите в банке есть информация если вы из банка звоните вы его знаете сказать адрес вашей прописки да я хочу убедиться что вы из банка звоните в банке есть не из банка вы звоните какой-то коллекторской шараги я что-то доказывать кому-то не намерен это вы должны за всех сил стараться меня убедить что вы из банка звоните в банке информация обо мне есть в банк вся информация о новом месте жительства давным-давно передано уже четыре года или пять назад откуда вы звоните скажите честно у вас есть какие-то сомнения в таком вопросе какие-то у меня не сомнения у меня уверенность что это не из банка звонок если вы так уверен то связывайтесь единственный службы помощи там информацию предоставят зачем мне это зачем мне это у вас помимо того что левая информация которую вы украли по поводу моего адреса регистрации такая же информация не подтверждена о моих взаимоотношениях с банком душа моя ты че кто тебя врать научил тебе 20 лет а ты уже врешь как это самое как силы мерин что ты из банка звонишь да уже давно судебные разбирательства с банка какая информация что ты верешь как силы мерин слушай сюда и убеждайся зачем вы это говорите да потому что ты врешь мне потому что со сбербанком давным-давно дела в суде закончены сначала сбербанк подал исковое заявление в суд которое я полностью отменил и через апелляцию банк забрал иск после этого потом банк судебный приказ дел по другому кредитному эпизоду который я тоже отменил приказ судебный отменен какие еще могут быть длительные просрочки нет вообще претензий никаких у банка официальных ко мне мне это нахрена если вы там не можете разобраться мне это зачем у меня что жизнь от этого хуже что мне какие-то проходимцы звонят да мне плевать звоните я удовольствие получаю вот общение очень хорошо спасибо за хорошие новости да вот так друзья на самом деле добавлю действительно я уже вот на данный момент на момент выхода ролика пять лет живу в санкт-петербурге и сменил два адреса прописки к тому времени причем в банке были в курсе действительно я так более того я после всех этих перипетий пользовался услугами банка несколько раз мы тут были счета открыты банковские и так далее то сейчас я их позакрывал чтобы лишний раз там не именно не провоцировать их на какие-то там незаконные действия то что до них не дошло если допускать что нас с какой-то там отделение по просрочной задолженности звонит то это нужно чьи это проблемы мои еще раз повторяю звонки меня их только радует а то что бедняжка попала под пули ну как я всегда говорю это ее выбор она совершеннолетняя девочка и должна сама принимать решение за которые потом несет сама перед собой ответственность кстати говоря это касается и всех должников людей которые сейчас столкнулись этой ситуации а именно ситуации звонков требований законных либо незаконных в большинстве случаев эти требования незаконны по одной простой причине что человек не обязан платить если он не может этого делать то есть как должен работать сотрудник службы взыскания алё здрасте надо заплатить почему не платите не могу нет денег по какой причине с работы уволили не хватает на жизнь и так далее и так далее о чем думали когда выбрали кредит и так далее вот эти вот бла-бла-бла давление на совесть никаким образом не должны в этом диалоге проскальзывать диалоги не должника точнее не простите не должника а клиента банка и сотрудника банка вот 60 дней есть у банка для того чтобы попытаться в досудебном формате решить претензию после чего банк обязан подать в суд именно банк а если по если скажем так обязан слова может быть и не так уж уместно но для чистейшей работы что называется в законном формате именно так если пострадавшая сторона именно банк является пострадавшей стороной в нашем с вами случае считает что его интересы затронут все эти вопросы все эти дела эти конфликты нужно решать законным цивилизованным методом в суде и так и никак иначе а далее если человек если пострадавшая сторона не подает в суд а начинает передавать коллектором и так далее это называется злоупотребление правом именно для поднятия шапки долга роста там и так далее и все эти моменты можно очень легко эксплуатировать в работе с нашими клиентами как вы понимаете те кто недавно на канале может быть еще не знают мы не только занимаемся творчеством и ведением канала у нас есть хорошая юридическая практика достаточно большая и о том что мы делаем вы можете увидеть на нашем сайте на сайте выложено видео как устроена работа кредитных юристов нашей компании там же есть небольшое количество отзывов но люди кто не боится выкладывать отзывы выкладывать спасибо всех клиентов призывая кстати говоря наших кто на нашем канале постоянно если вам хочется мы выкладывайте свои отзывы о нашей работе и мы с удовольствием их разместим в общем доступ обязательно посмотрите видео на нашем сайте ссылочка на сайт в описании видео и в правом верхнем углу вот сейчас выскакивает такая подсказочка она кликабельная вот она посмотрите и вы сможете увидеть видео после чего сделайте все по инструкции если вас наши условия устраивают и по инструкциями виду оставьте заявку и ждите в рабочее время звонка нашего специалиста ну что я желаю вам счастья здоровья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки репост в сетях от вас с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания олям всего вам хорошего у